Релизный трейлер CorePunk, дюпликейты на тестирование Ash of Creation, а также новый транспорт в New World. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту в нашем еженедельном выпуске. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Однако вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает биржа игровых ценностей Paygame.ru. Paygame.ru это быстрая возможность приобрести любые товары и услуги в игровом пространстве, а также множество игровых ценностей. Все популярные онлайн проекты, сотни продавцов и минимальная комиссия на рынке. Это и многое другое вы можете найти на Paygame.ru. Покупайте любые товары напрямую у игроков без посредников и без риска оказаться обманутыми. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и приобретайте все, что вам необходимо до 1 декабря по специальному купону вообще без комиссии. Кроме этого учитывайте, что на Paygame действует быстрая и адекватная поддержка, а также бонусы магазинам и оптовым продавцам. Ссылка, как обычно, будет в описании. Кугайс. На связи Рута, стример, ютубер и просто медиагигант в RPG комьюнити. Я наиграл в New World порядком 5000 часов и у меня есть для вас новость. В New World Атерном разработчики New World представили нового маунта, который вызвал бурное обсуждение в сообществе. Бегемота Берли. Команда разработчиков не смогла удержаться от того, чтобы немного повеселиться с помощью нового маунта. Но вы же знаете этих ребят, они всегда веселятся сами и веселят сообщество игры. Хотя бегемотов в Атерноме на самом деле не существует, концепция бегемота нашла свое воплощение в игре довольно изобретательным способом. В последней статье разработчиков, посвященной дизайну, ребята заявили, что хотят быть как можно забавней, что у них в целом и так всегда получалось неплохо на протяжении всей разработки игры. Поэтому они приняли эту, на первый взгляд, нелепую идею, чтобы задать комедийный тон. В итоге команда остановилась на мешковатом, шитом из набивной ткани костюме, который намеренно сидит немного странно. Также в New World недавно появилось множество изменений для вернувшихся игроков, которые давно не заглядывали в игру. Игра также вышла на PlayStation 5 и Xbox и сопровождалась все это открытием новых фреш-серверов. Спасибо Чиху за то, что позвал в это видео. Было приятно вещать для вас. А если тебе интересна тема ММО, то жду тебя у себя на Твиче и в Телеграм-сообществе. Все ссылки Чиха оставит в описании. Ну и не забывайте про лайк под это видео и комментарий, а все комментарии, адресованные мне, отвечу лично каждому. Bandai Namco Online, создавшая MMORPG Blue Protocol, прекратит свое существование после поглощения компании Bandai Namco Entertainment 1 апреля 2025 года. Об этом компании сообщили 20 ноября 2024 года. Официальная причина кроется в реакции на недавние изменения в среде и окружающий игровой бизнес и с целью предоставления пользователям высококачественного контента. Все проекты, что в данный момент обслуживает Bandai Namco Online, перейдут материнской компании. Bandai Namco Online была создана в 2009 году и специализировалась на разработке онлайн-игр для различных платформ, включая персональный компьютер, смартфоны и консоли. Одним из последних проектов стал MMORPG Blue Protocol, которая провалилась на родине, а глобальная версия была отменена. Последние пару лет финансовые показатели оказались отрицательными и выбраться из сложившейся ситуации не получилось. Однако франшиза Blue Protocol продолжает свое развитие, так как визуальный стиль и общие идеи привлекли внимание множество игроков со всего мира. В данный момент ведется разработка кроссплатформенной Blue Protocol Star Resonance от китайской студии Shanghai Bokuru Network Technology, принадлежащей компании Tencent. Мирная MMORPG Paliya получила очередное обновление, и в игре наступил сезон великолепия. Команда выпустила новый трейлер, посвященный обновлению, а также раскрыла некоторые подробности. В храме назревает новая загадка, что-то в храме создает возможные проблемы. Субира, похоже, ведет расследование, и вам предстоит помочь ей выяснить подробности. На это намекается в тизер-трейлере, но судя по всему в игре появятся новые сюжетные обновления, а также квесты и другой контент, погружающий в историю Палии. После серии эстетических обновлений и новых возможностей, добавление сюжета, основанного на истории, должно порадовать тех, кто ждал возможности, наконец, узнать больше о происходящем в мире. Также в игре снова начнется празднование Winter Lights, и появится множество праздничного декора, в том числе и новые плюшевые игрушки Pound. Разработчики MMORPG Legend of Emyr поделились новой информацией о системе сезонов, которая станет важной частью игрового процесса. Новое видео, опубликованное на YouTube-канале игры, посвящено особенностям и нововведениям, которые ждут игроков в рамках этой механики. Сезоны в Legend of Emyr будут отличаться от традиционных форматов, используемых в экшен-рпг. Вместо полной перезагрузки прогресса персонажей, игрокам предложат сезонные темы с уникальными эффектами и контентом. Каждая тема, такая как рост в первом сезоне, будет направлена на развитие персонажей и предложат соответствующие бонусы, задачи и награды. Игроки смогут собирать специальную сезонную валюту, используемую для получения эксклюзивных предметов и других преимуществ. Одной из особенностей станет ротация контента. Некоторые активности, такие как квесты, экспедиции или уникальные саги, будут доступны только в определенных сезонах. Разработчики также внедрят элементы эксклюзивности, где упущенные возможности текущего сезона станут недоступны в будущем, что добавит мотивации и ценности достижения. Важное место в сезонах займет взаимодействие между тремя серверами, объединенными для проведения общего соревновательного контента. Игрокам предстоит сражаться за босса в специальном режиме сезонной войны. Победа будет зависеть не только от силы, но и от тактики. Решающую роль сыграет нанесение финального удара по боссу, что принесет значительные бонусы всему серверу. Однако этот эффект можно будет нивелировать атаку игрока, завершившего бой. Кроме этого, сезоны включат социальные и экономические аспекты. Появятся межсерверные торговые площадки, где цена на товары будет зависеть от особенностей текущего сезона. Также игроков ждет выбор лидеров, чьи решения будут влиять на стратегию сервера в борьбе за ресурсы и награды. Политики и сотрудничество в достижении целей. В видео также упомянули уникальные сезонные предметы, включая эксклюзивные аксессуары и экипировку, которые будут развиваться вместе с персонажем и предоставлять специальные способности. Эти предметы позволят визуально выделиться среди других игроков, а также получат ценность для коллекционеров. Сезон обещают стать драйвером прогресса и разнообразия в Ледженд оф и Мир. Разработчики заявили, что будут прислушиваться к отзывам сообщества и стремиться улучшать систему на основе запросов игроков. Это нововведение направлено на устранение однообразия в жанре MMORPG и создание долгозрочной мотивации для пользователей. MMORPG Guild Wars 2 получила обновление God Spawn, в котором игрокам предстоит отправиться в трудное путешествие на гору Балриор. Разгадка тайны происхождения титанов должна положить конец их пагубному влиянию и опустошению прилегающих территорий раз и навсегда. Обладатели расширения Gentier Wilds получат доступ к обновлению бесплатно. Коротко о главном. Три новые главы истории. Новый рейд Маунт Балриор для 10 персонажей. Данный тип контента не добавлялся в игру 5 лет. Новая конвергенция на 50 человек с публичными и командными испытаниями против легендарных титанов. Новое легендарное копье Клопджарн Гейр. Новый уровень мастерства. Сезонное обновление Wizards Vault. Шесть новых реликвий. Новое украшение усадьбы. Множество новых наград, включая миниатюры, украшения гильдии, доспехи, оружие и многое другое. Ребаланс классов и улучшения, связанные с качеством жизни. Разработчики LBON Online в курсе того, что игроки обожают убивать боссов в логовах. В последнем обновлении логовы боссов были изменены. Теперь они просто содержат босса по одному для каждой фракции, а все лишнее в них убрали. Остались только вы и противник, а также три сундука с добычей. Другие изменения в последнем обновлении включают правки в использовании групповых динамичных лагерей. Если вы играете в одиночку или в очень небольшой группе в баннерных рейдах, а также ряд изменений баланса способностей и снаряжений. Студия Visionary Realms, соответственная за разработку MMORPG Pantheon Rise of the Fallen, сообщила дополнительные подробности о предстоящем запуске игры в раннем доступе Steam. Наряду с недавней информацией о дате запуска игры в раннем доступе, которая состоит с 13 декабря, появилось еще одно уточнение. В новом сообщении игрокам говорится, что план по предоставлению доступа к игре текущим владельцам наборов основателей через Steam является сложным. На данный момент похоже, что если вы приобрели набор раннего доступа, вы все равно получите доступ к проекту, когда начнется стадия раннего доступа, но войти в игру через Steam будет невозможно. Компания NCSoft назвала точную дату запуска своей новой игры Journey of Monarch по вселенной Lineage. Запуск серверов назначен на 3 декабря в 18.00 по московскому времени, а предварительная загрузка стартует 3 декабря в 8 часов утра по московскому времени. В честь анонса был опубликован новый трейлер, в котором главную роль сыграл голливудский актер Тимоти Шаламе. Он выступает в роли короля Адена, что отправляется в свое путешествие вместе со своими соратниками. В видео также можно заметить игровой процесс, где индивидуальная игра важнее единства на уровне клана. Что интересно, по какой-то причине NCSoft решила скрыть данный ролик от всех стран, кроме Южной Кореи, Тайваня и еще нескольких азиатских регионов. Поэтому найти его дубликаты можно только в иных социальных сетях. Точный список стран, игровой процесс и подробностей об игре по-прежнему не публикуются. Однако ранее сообщалось, что проект создается на базе MMORPG Lineage V и представляет собой айдол-РПГ с коллекционированием персонажей и разными видами активностей. Кроме этого, на официальном сайте фигурирует упоминание Global Open, что может намекать на масштабный запуск проекта в будущем. Согласно последнему эпизоду подкаста World on the Street, Fantastic Pixel Castle провела несколько успешных небольших плейтестов своей MMO Ghost. Разработчики не только тестируют самые ранние билды, разработка идет даже немного быстрее, чем ожидалось, отчасти благодаря тому, как все устроено в студии. Грег Стрит и Скор Джонсон считают, что разработка идет быстрее, отчасти благодаря отсутствию надзора. За счет независимости студия работает как единая команда, без многослойных и длинных командных цепочек. Стрит рассказывал о своей работе в Blizzard Entertainment и отмечал, что они заканчивали что-то, но не всегда успевали подготовить следующие, отчасти из-за того, что многие люди должны были принимать участие в обсуждении. Что касается тестов, то они уже три раза подряд проводились со внешними тестерами, причем некоторые из них видели несколько часов игры в ранней тестовой сборке. Стрит сообщил, что количество игроков увеличилось с 80 до 100 человек. Тестировщики проявляли творческий подход, взаимодействуя с механикой, делая такие вещи, как строительство моста над опасным местом, и сражение на нем демонстрируя потенциал элементов песочницы. Команда хочет, чтобы исследования, решения головоломок и поиск творческих решений приносили удовольствие. При этом они также хотят, чтобы все было не так разделено и более взаимосвязано. Они хотят избежать телепортации между отдельными частями и создать ощущение единого мира. Это также отлично сочетается с их первоначальными планами запустить проект с тремя-пятью различными биомами, вместо более чем дюжины, которые они изначально рассматривали. Они сравнивают это с путешествием по островам Карибского моря, в некотором смысле. Вы сможете увидеть разные осколки и понять, как до них добраться, при этом вы будете меньше пользоваться быстрыми путешествиями и телепортацией, а больше такими вещами, как скайботы, которые доставят вас туда, куда вы направляетесь. В ходе этих тестов разработчики также начали рассматривать совместимость с аппаратным обеспечением, и то, как игра может работать на системе низшего ценового диапазона, в том числе на интегрированных видеокартах. Несмотря на то, что у некоторых были проблемы, особенно с интегрированными картами, они отдают должную Unreal Engine за его способность масштабироваться. Разработчики используют облачную серверную систему, а не традиционную, и над инфраструктурой еще предстоит поработать. Одной из часто запрашиваемых функций MMORPG Lord of the Rings Online является возможность владеть более чем одним гильдийским или персональным домом на сервере. Оказывается, эту мечту разделяет один из разработчиков игры, старший дизайнер игрового мира Мэтт Эллиот, хотя и не похоже, что это произойдет в ближайшее время. В других новостях сообщество было проинформировано о том, что продавец сезонной косметики Роман Малина должна вернуться с новинками 15 января 2025 года. Тем не менее, студия заявила, что на следующей неделе или около того постарается выпустить Ravan Raspberry Redux без каких-либо новинок. Dynamite Studios объявила о том, что MMORPG с элементами песочницы Fractured Online отныне распространяется по модели Free-to-Play. Игру можно скачать бесплатно через сервис Steam и оценить весь доступный контент. Как объявили разработчики Fractured Online, причина смены бизнес-модели заключается в низкой стоимости в 15 долларов, которая не приносила значительных доходов. Кроме того, необходимость платить за игру выступала барьером для привлечения новых пользователей, что усложняло конкуренцию с бесплатными проектами. Все покупатели игры в качестве компенсации получили один месяц VIP-подписки. Кроме этого, владельцы набора Eternal Founder Pack, в который и так входит вечный VIP, могут рассчитывать на премиальную валюту в размере 3750 токенов. С переходом на Free-to-Play, внутриигровый магазин стал единственным источником дохода для команды. Однако разработчики отметили, что элементы Pay-to-Win Fractured Online не появятся. Единственное изменение в модели монетизации заключается в появлении второй дорожки наград для VIP-игроков, участвующих в сезонах, в дополнении к обычной. Набор основателя переименовали в набор поддержки, а их содержимое осталось неизменным. В игре также был запущен первый сезон, который продлится 90 дней. Игроки могут зарабатывать славу, выполняя ежедневные задания, участвуя в завоеваниях крепостей, выполняя испытания PvP и PvE характера, изготавливая артефакты. Это позволяет повышать уровень сезона и получать различные награды, такие как материалы для крафта, руны, золота, схемы артефактов, жетоны и многое другое. Tencent Games совместно со Square Enix официально представили Final Fantasy XIV Mobile, адаптацию популярной MMORPG для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Проект разрабатывается студией Lightspeed Studios под непосредственным руководством продюсера-директора оригинальной игры Naoki Yosida. В ближайшее время стартует серия тестирований в Китае, а затем проект будет запущен по всему миру. По словам Naoki Yosida, мобильная версия станет сестрой Final Fantasy XIV, сохраняя ключевые элементы оригинального проекта, такие как история и боевые механики. Пользователи ждут масштабные сражения, оптимизированные для сенсорного управления, эпические битвы с праймалами и возможность переключаться между девятью классами. Кроме этого, игра предложит широкий спектр мирных активностей, включая профессии, рыбалку, гонки на Чакоба и карточную игру Triple Triad. Среди других особенностей стоит отметить разнообразие игровых рас с уникальной внешностью и богатую кастомизацию персонажей. Final Fantasy XIV Mobile также сохранит социальную составляющую оригинальной игры, предлагая пользователям выбирать, проходить ли приключения в одиночку или в компании. Создатели уверяют, что проект станет не просто адаптацией известной MMORPG, но и предложит игрокам возможность по-новому взглянуть на Эорзию и ее обширный мир. Получение более мощного оружия с большим количеством визуальных эффектов — это финальная цель в MMORPG Tarisland, а с приходом первого сезона в игре как раз появилось новое легендарное оружие. Однако, мобильный проект не был бы мобильным, если бы не стремился всеми силами вытянуть из вас реальные средства. Поэтому, чтобы получить эти вещи, вам предстоит пройти через очень сложные испытания, которые также сильно запутаны, как и предыстория рейдовых боссов в этом проекте. Вся система вращается вокруг необходимого материала, известного как уголек небесного огня, необходимого для сборки этого оружия, который добывается из элитных версий подземерий, демона темного пламени и повелителя судьбы. Однако, не думайте, что вы можете просто получить этот материал. Игрокам нужно выиграть аукцион в рамках сражения, и если он не будет продан, он станет общедоступным на мировом аукционе. Если пользователю удастся получить 10 таких углей, он сможет сформировать руну небесного огня, а затем использовать ее для получения своего предмета. Это оружие начинается с уровня предметов 160 единиц, и может быть усилено до 170, и потребляя другое же такое оружие. Неудивительно, что вся эта система не понравилась пользователям. Геймеры жалуются на ненужную рутину и называют механику хищнической, и обвиняют Tencent в китобойном промысле. Вы еще не догадались почему? Все дело в упомянутом аукционе, он же не за спасибо происходит. В результате Tencent начала проводить опрос по поводу этой системы, так что игрокам, у которых есть мысли, возможно, лучше всего направить гнев в эту форму. Впрочем, как известно, обсуждение в ней ни к чему обычно не приводит. Скоро выйдет Aion Classic 3.0 The Path of the Brawler. Gameforge обещает, что это самое большое обновление года. Ожидайте новый класс Brawler, а также новую стартовую локацию, зоны, рейд, подземелья и многое другое. Следующим классом станет Brawler, и если вы ищете быстрого и ловкого бойца ближнего боя, обратите внимание именно на него. Новая стартовая локация, Лакрима, станет местом, где ваш мастер боевых искусств начнет свой путь, и мы можем ожидать новую цепочку квестов и сюжетных линий, а также совершенно новое эксклюзивное подземелье по месте просветления. Обновление также повысит максимальный уровень персонажей с 58-го до 60-го, и вместе с этим увеличением появятся новые навыки, стигмы и улучшенные способности для всех классов. Увеличение максимального уровня также означает некоторые изменения в легионе и компании. Помимо навыков, на карте появится и новая область, Лапсаран, с квестами, осадами крепостей и мировыми боссами. Шведская группа Саботон и разработчик тактической MMORPG Conqueror's Blade объявили о коллаборации, в рамках которой в игре появится уникальный контент. Вдохновленное шведским королем Густавом Адольфом, двухнедельное событие Battle Metal будет проходить с 21 ноября по 5 декабря. Солист группы Саботон, Йоаким Броден, был оцифрован, и в игре появится пользовательский скин фронтмена группы, а также более 200 голосовых реплик, полностью переделанных самим Йоакином, как на английском, так и на шведском языках. Наступен также Саботон Rock Crusher, оружие, специально созданное по просьбе вокалиста группы Саботон. Дизайн оружия представляет собой сочетание булавы и электрогитары. Чтобы отразить это, для оружия была создана уникальная гитарная эмоция, а также несколько звуковых эффектов на основе нее. Кроме этого, игроки, купившие вышеупомянутый образ или пакет со всеми предметами Саботон, получат доступ к нескольким наградам, нескольким миссиям и саботоновской версии одеяния Изумрудного Война. Команда разработчиков MMORPG Eternal Toms подвела итоги года, поблагодарив пользователей за участие в тестировании и поддержку. В 2023 году проект сделал значительный шаг вперед, были исправлены многочисленные ошибки, переработаны ключевые системы и добавлены новые события. На данный момент более 5000 игроков создали свыше 10 тысяч персонажей и исследовали мир Миттира. Разработчики выразили надежду, что сообщество продолжит активно участвовать в тестировании, ведь впереди их ждет множество новых зон, событий, секретов и приключений. Следующий этап тестирования намещен на конец февраля или начало марта 2025-го. В ее рамках будет добавлено сразу 10 новых зон, включая плоскогорье Уру, Морстоун, лес Эверкин, каньоны Дур, гиблые холмы, лес Торнмор, болото Чумы, Гренгал, катакомбы Варенделла и Дирквуд. Кроме того, игроки смогут оценить новые события, столкнуться с уникальными врагами, освоить способности добыть ценные предметы и выполнить свежие задания. Подать заявку на участие в Pre-Alpha вы можете на официальном сайте, хоть прямо сейчас. Средневековый MMORPG Life is Feodal в очередной раз перезапускают. Студия LTG анонсировала отдельную версию, которая получит название Life is Feodal Arden. В отличие от оригинала, который распространяется по подписке в 699 российских рублей в месяц, новая версия будет бесплатной, но с микротранзакциями. Сейчас вы можете оформить предварительный заказ на три набора основателя для Life is Feodal Arden через официальный сайт по цене от 1699 российских рублей до 5699 российских рублей. Life is Feodal Arden это обновленная версия средневековой MMORPG, действие которой разворачивается на новой карте Arden. Игроков ждут переработанные механики, включая упрощенное развитие персонажей, более удобные профессии и реалистичная торговля, где товары нужно доставлять вручную. Локация меньше по размеру, чем Goddenland, но наполнена разнообразными ландшафтами и зонами для PvP, PvE и PvP. Также в игре появится улучшенная система часов правосудия с региональными зонами, добавляющие глубину гильдийским войнам. Ожидаются и другие изменения, такие как новые постройки, обновление баланса и механики. Закрытое бета-тестирование Life is Feodal Arden стартует в конце 2024 года, а принять участие смогут только владельцы наборов основателя и пользователей, получившие приглашение. Весь прогресс после окончания будет сброшен, затем ожидается открытое бета-тестирование для всех желающих, но владельцы наборов смогут начать играть на два дня раньше. Разработчики MMORPG Ashes of Creation из Interpret Studios обратились с открытым письмом к участникам второго альфа-тестирования. Поводом для него стал обнаруженный дюпликейт вещей, а также тех тестировщиков, которые воспользовались этой уязвимостью во зло. Команда удалила все сгенерированные предметы, и то, что было с их помощью, построено. Блокировку же получило более сотни персонажей. Компания Artificial Core опубликовала геймплейный релизный трейлер своей изометрической MMORPG CorePunk. Видео посвящено скорому старту раннего доступа, который запланирован на 26 ноября 2024 года. На кадрах можно соединить кастомизацию персонажа, PvE, PvP-сражения, а также качество графической составляющей. Что же касается старта раннего доступа, то разработчики вернули ранее отключенную возможность приобрести набор раннего доступа, обновили официальный сайт и выпустили обновления для игры. Одними из заметных улучшений стало добавление 38 новых языков в формате текстового перевода, включая русский, а также выпуск второго эпизода с новыми квестами и механиками. Кроме этого, была проведена большая работа с серверной архитектурой, что довольно важно перед стартом раннего доступа. Именно проблемы со стабильностью серверов неоднократно срывали проведение этапов закрытого тестирования. Поэтому команда проводит колоссальную и критически важную работу, которая на первый взгляд не видна игрокам, но от которой зависит очень многое. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова